Предупредите объяснить, специалисты сектора по взаимодействию с религиозными объединениями продолжают информационные встречи с населением. В этот раз они посетили медицинские учреждения и рассказали медработникам, как не попасть под влияние нетрадиционных и деструктивных религиозных течений. Также на встрече прозвучала информация о том, какое наказание следует за нарушение закона о религиозной деятельности и религиозных объединениях. Встречи с медицинскими работниками проводятся на постоянной основе, так как они тесно контактируют с населением. Не секрет, что им приходится сталкиваться с представителями разных национальностей и вероисповедания. Среди них есть приверженцы нетрадиционных религиозных течений. Большинство из них отказываются от вакцинации или каких-либо других медицинских обязательных процедур ввиду своих религиозных взглядов. Поэтому на встрече говорилось о том, как необходимо действовать в таких ситуациях. Мы проводим данные встречи с целью дать правильную информацию. Также мы рассказываем, как распознать представителя деструктивных течений, как с ним правильно разговаривать, как с ними нужно себя вести, чтобы не попасть под их влияние. Рассказываем, куда можно обращаться при возникновении таких ситуаций. Во время встречи специалисты рассказали, как различать основы деструктивной религиозной идеологии и основные пункты положения закона Республики Казахстан о религиозной деятельности и религиозных объединениях. Одним из главных является распространение религиозной атрибутики и литературы. За такое правонарушение полагается штраф в размере 50 МРП для физических лиц и 200 МРП для юридических. Наша цель не напугать граждан. Наоборот, мы хотим, чтобы наши граждане были религиозно грамотными. Таким образом, мы можем предотвратить неправильные действия, которые совершаются от незнания. После встречи присутствующие могли задать свои интересующие вопросы лично. В свою очередь специалисты отметили, что представители деструктивных течений – хорошие ораторы и психологи. Поэтому необходимо не поддаваться эмоциям и принимать решения на холодную голову. Каждый сам выбирает свою веру, и никто не вправе ее нам агитировать или пропагандировать, а также вербовать в ту или иную религию. Если он замечает какие-то правонарушения законодательства Республики Кавасан о религиозной деятельности и религиозном объединении, то непосредственно обращается в профорганы по каналу СУ-2, горячая линия 110 или отдел внутренней политики 52-61-51. Напомним, что такие профилактические беседы проводятся на постоянной основе. Специалисты сектора по взаимодействию с религиозными объединениями выступают с докладами в учебных заведениях, воинских частях и других социально значимых учреждениях. Кроме того, ведутся информационные акции в местах большого скопления людей.